Это программа День с Толком, в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Это вам не шуточки? Почему на первой после каникул сессии КЗС бурно обсуждали охоту на бакланов? Наслаждаться природой туристам теперь проблематично. Кто и зачем поставил забор на берегу Катуни в Майме? Прочь сайдинг. Барнаульскому памятнику архитектуры наконец планируют вернуть исторический облик. Борьба с бакланами на территории Алтайского края стала самой резонансной темой первой сессии КЗС после летнего перерыва. Эти птицы, согласно исследованиям, уничтожают экологию региона и причиняют ущерба более чем на 200 миллионов рублей в год. Какие серьезные и шуточные предложения прозвучали по поводу этой проблемы, узнаете в материале Данила Кузнецова. Есть страны, где бакланы охраняются. Их экстременты собираются и потом отвозятся для удобрения выращивания кофе. Так вот мы можем собрать бакланов, мигрировать в те страны для того, чтобы помочь этим странам. Шутки шутками, а с токсичными экскрементами больших бакланов нужно действительно что-то делать. Они буквально уничтожают зелень Локтевского, Третьяковского, Романовского, Завьяловского, Бурлинского районов края. Как сообщили на сессии Алтайского ЗАГС Собрания, эти птицы неожиданно в большом количестве перекочевали в Алтайский край из Казахстана. Причина проста. У соседей закончилась еда. Поэтому сейчас бакланы и рыбку съедают, и урона наносят более чем на 200 миллионов в год. Съедается от 600 до 900 тонн только вот этими большим бакланам. В год? В год, совершенно верно. У нас квота в Алтайском крае на добычу рыбных запасов 3600 тонн. То есть почти одну треть съедают бакланы. Способ борьбы депутаты приняли радикальный. Разрешить охоту на большого баклана, начиная со следующей весны. Для людей эта птица отнюдь не деликатес. Низкосортное мясо отдает рыбой. Так что его можно разве что закоптить. Но вообще вкусы у всех разные. На законопроекты в том числе. Мы идем на поводу у пользователей рыболовных участков, общественных организаций, охотников и рыболовов, которые не хотят восполнять рыбные запасы и прибрежную растительность. А отдуваться за все будет большой баклан. На сессии целый блок вопросов отвели социальной поддержки. Например, теперь многодетные семьи из любых уголков страны смогут посещать бесплатно музеи, парки, выставки Алтайского края. А школьники и вовсе смогут ездить на общественном транспорте бесплатно в границах муниципального образования, где они живут и обучаются. Затронули на сессии и инвалидов. Точнее, подготовили инициативу по изменению федерального закона, благодаря которой покупка оборудования для реабилитации на средства материнского капитала станет проще. Мы бы хотели это сделать, чтобы не было вот этих промежуточных всех, а чтобы уже вся оплата шла социальным фондом непосредственно продавцу. А чтобы исключить, мало того, что исключить семью, и еще чтобы это была более доступная мера. Еще один важный законопроект коснулся расширения программы льготного предоставления участков. Теперь оборонные предприятия, которые хотят построить жилье для своих работников, могут получить землю, минуя торги. Подобная мера – еще один ключ для решения кадровой проблемы региона. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. В Алтайском крае через несколько недель можно будет легально купить и выпить алкоголь на веранде ресторана. Сейчас торговать спиртными напитками в летних двориках и на верандах официально запрещено. За такое нарушение ресторан могут оштрафовать на 100, а то и 300 тысяч рублей, а посетителей на полторы тысячи. Продажу алкоголя в сезонных зонах по федеральному закону разрешили еще в начале лета. Однако алтайские депутаты привели в соответствие краевой закон только сегодня. Объект общепита, он остается один и тот же. Этот объект общепита обладает лицензией на продажу алкоголя. Та площадка, которую он организует, ну как правило в летний период, в теплое время года, эта площадка непосредственно должна быть связана с самим зданием. Тем временем уже с 1 сентября в Алтайском крае вступает в силу закон о продлении розничной продажи алкоголя до 10 вечера. После этого времени спиртное в многоквартирных домах и на прилегающих территориях можно будет приобрести лишь в ресторанах и кафе. Так называемые наливайки после дедлайна торговать крепкими напитками не смогут. Река есть, а доступа к ней нет. Проблемы жителей Майминского района стали темой обсуждения на заседании комиссии по земельным ресурсам при правительстве Республики Алтай. Наша съемочная группа выясняла, откуда на берегу Катуньи появился двухметровый забор. Буквально на днях появляется новый забор, который идет практически по всему берегу Катуньи, отгораживающий эти участки от самой реки. Непростая ситуация сложилась в Майминском районе. В один прекрасный день на берегу Катуньи появился двухметровый забор. Он растянулся на десятки метров. Жители поселка Турбаза-Юность, чьи дома выходят на живописный берег, подначасти лишились всех прелестей природы. Все беспрепятственно выходили на берег реки. Это все продолжалось у нас совершенно до августа. 21 числа у нас образовался вот этот вот забор. И он теперь препятствует выходу на берег, как и нам, жильцам, да, так и, собственно, приезжим. Никто не может сюда пройти. Жители не понимают, разве можно устраивать такой беспредел в водоохранной зоне? К берегу стало невозможно подойти. А на чьё-то стало чьё-то. Всё, заградили, подойти нельзя. Там участок, ну, всё это за Черемшанку даже. Поэтому считаем, что это нарушено все права, которые есть у нас. Как выяснилось, глухой забор – дело рук предпринимателей, которые решили таким образом расширить свой туристический бизнес. Турбаза эта находится неподалеку, но и там её хозяев мир с соседями не берёт. Татьяна Барбуева купила землю несколько лет назад, построила дом. Но теперь она в числе тех семей, что оказались заперты на собственных участках. Засекаем время, через сколько минут придёт охранник, чтобы сделать досмотр машины моего родственника. Им недостаточно того, что я сама тут всё его принимаю, сама провожаю. Нужен ещё досмотр каких-то суперспециалистов, видимо, с металлоискателями, с собаками. Вот ждём. Татьяна говорит, что документально это садоводческое товарищество, а по факту турбаза со шлагбаумом, где жилища обычных домовладельцев стоят в окружении туристических домиков. На сегодняшний день, да, не имея никаких средств для открывания шлагбаума, у нас лишили пультов, вообще какой-либо другой возможности. В современном мире можно позвонить по телефону и открыть шлагбаум. Но они ничего этого нам не дают, ну лишили всё. Только по воле охраны, которая охраняет туристический комплекс, только по их воле я могу проехать. Вот они захотели, сегодня открыли домой семье, захотели, не открыли. У нас шесть семей, и я думаю, что всё-таки конечная цель у них – нас оттуда тоже потихонечку выжать. Проблема жителей стала темой обсуждения на заседании комиссии по земельным ресурсам при правительстве Республики Алтай. Мы обсудили нашумевший вопрос о строительстве забора в посёлке Турбаза-Юность, который перекрыл людям доступ к реке. Андрей Анатольевич Турчак поручил разобраться в этом вопросе. Вчера на место выезжали представители нашей комиссии и прокуратуры. Надзорное ведомство взяло эту тему на контроль. Ситуация будет дана правовая оценка, и это даст чёткие правила для всех владельцев туркомплексов на территории Республики Алтай. К решению вопроса подключены все ведомства. Ведётся прокурорская проверка. Кроме того, члены рабочей группы обсудили ситуацию с землями лесного фонда, которые граждане по закону могут получить в безвозмездное пользование для личных нужд, но не для предпринимательской деятельности. На заседании отметили, что встречаются факты передачи больших участков, в том числе крупным предпринимателям, что создаёт риск неправомерного распоряжения землёй. Юлия Цапко, Сергей Бертман. День с толком. Специалисты Центра оценки качества зерна выявили более 100 тонн зерна, заражённого спрыньёй. Вредоносный грибок нашли в трёх образцах культур производители Алтайского края и Кузбасса. Это партии пшеницы, нового урожая, ячменя и ржи. Показатели оказались превышены в два раза. Отметим, спрынья содержит компоненты, которые могут нанести ущерб нервной системе человека. Кроме того, в высоких дозах эти вредные соединения способны привести даже к летальному исходу. Локтевский район в лидерах по уборке урожая. Уже собрано 60% зерновых. Об этом губернатору региона Виктору Томенко рассказал министр сельского хозяйства края Сергей Межин прямо в процессе уборочной кампании в полях района. Губернатор побывал в Локтевском районе с рабочим визитом. Какие ещё серьёзные изменения произошли в районе за последнее время, Виктор Томенко обсудил как с главой района, так и с местными жителями. Подробнее в сюжете. Уборочная кампания в Локтевском в самом разгаре. Работы ведут оперативно, немного мешают дожди, но всё же район в лидерах по уборке. Аграрное предприятие «Колос» под руководством Сергея Бенслера выращивает мягкие сорта пшеницы. Сейчас в приоритете местные новинки «Юнион» и «Тобольская». На предприятии регулярно приобретают новые трактора, комбайны, пассивные комплексы. Уборка в два раза превосходит тем, кто пришёл. Погода по ходу. Да. И урожайность в том году у нас была 29 на зерновых в чистом виде. В этом году мы думали, что это предел. Нет. В Локтевском уже собрано 60% урожая зерновых. Об этом рассказал губернатору министр сельского хозяйства края. В других районах ситуация похуже. Но в целом темпы уборки в регионе можно назвать хорошими. Прословки что сегодня? 25% на сегодняшний день мы убрали. 730 тысяч гектар зерновых. Намолотили 1,6 млн на сегодняшний день. 90% у нас о зиме убрано. Значит, урожайность у нас выше уровня прошлого года. Было порядка 20 центов с гектара. В этом году 35 центов с гектара. Есть еще один повод для радости. Спустя 10 лет простоя в Локтевском районе заработал Успенский элеватор. Его руководитель Анатолий Волженин рассказал главе региона о капремонте всех производственных помещений. О приобретении нового зерноочистительного комплекса автоматической линии для фасовки продукции. На данный момент общая мощность хранения элеватора вместе с плодами плюс-минус 130-150 тысяч тонн. Глобальный ремонт в Локтевском в последнее время пережил не только элеватор. 2 сентября после капремонта учащихся примет гимназия номер 3. Два года ребятам и педагогам пришлось учиться в здании соседней школы. Зато теперь их встретит объект, который построили по индивидуальному проекту. Нам заменили освещение, отопление, канализацию. У нас красивые стены. Не знаю, у нас очень красиво. Интересно очень сочетание цветов. Синяя, коричневая. Это корабль. Это корабль знаний. Мы тут будем жить, мы тут будем учиться, будем проводить мероприятия, участвовать в конкурсах, в олимпиадах, побеждать. За счет средств краевого бюджета провели также капитальный ремонт кровли центральной районной больницы, отремонтировали кабинеты и помещения детской консультации, заменили лифты, установили систему видеонаблюдения и новое ограждение. Без тесного взаимодействия с властями региона подобные изменения в разных сферах Клопцевского района вряд ли могли бы произойти, отметила глава района. Те проекты, которые мы делаем, проектно-смертную документацию, нас поддерживают, выделяют деньги, и мы делаем. Это и ремонты сельских домов культуры. В прошлом году отремонтировали два, в этом году есть проектно-смертная документация еще на два сельских дома культуры. По ее словам, есть планы на масштабную реконструкцию котельных и хотят вывезти с территории города. Ведется также глобальный ремонт тепловых сетей. Преобразился местный парк, где прогулялись гости из Барнаула. В рамках разного рода встреч губернатор поблагодарил власти района за сотрудничество и за достижения, прежде всего, в аграрной сфере. Без вашей работы, без влияния Локтевского района на весь агропромышленный комплекс, наверное, Балтайский агропром был между собой. А так вот он, значит, с вашими чечками, конечно, сильный, неузнаваемый. По итогам рабочей поездки в своем телеграм-канале губернатор отметил, что в Локтевском районе сделано очень многое, чего ждали и жители Горняка, и других населенных пунктов. И добавил, план работ на будущее планируется расширить. Татьяна Голубева, День с толком. Ровно 75 лет назад, 29 августа, на Семипалатинском полигоне провели первое в СССР испытание ядерного оружия. Восемь районов Алтайского края тогда тоже пострадали от воздействия радиации. В память о них сегодня к мемориалу жертвам радиационного воздействия возложили цветы. Передаю слово Марии Костылевой. 29 августа на Семипалатинском полигоне прогремел взрыв. Про испытания и их последствия жители страны узнали гораздо позже. Кроме того, долгое время Семипалатинский полигон был засекречен. Расстояние от него до Рубцовска примерно 200 километров. С 1949 по 1963 годы там проводились наземные и воздушные ядерные испытания. Как известно, позже они стали подземными. Первый взрыв – советская атомная бомба. То есть создан паритет с Соединенными Штатами по ядерному вооружению. То есть что они только владеют ядерным оружием. Поэтому вот это такое дело. С момента первых ядерных испытаний прошло больше полувека. Сам полигон закрыт больше 30 лет. Произошло это в начале 90-х. Кстати, символично тоже 29 августа. К сожалению, при взрыве пострадали и военные, и мирные жители. Но тогда речь шла о существовании самого Советского Союза. Это была вынужденная необходимость. И всего на Семипалатинском полигоне, насколько вот так на память помню, 468 взрывов. Сейчас на Алтае проживает самая крупная группа семипалатинцев. Более 30 тысяч человек, признанных пострадавшими от испытаний на полигоне. Я сам слышал, чувствовал вот эти взрывы, толчки вот эти. При мне уже велись подземные испытания. Ну и я пока жив и вроде как здоров, слава богу. А мама вот, возможно, пострадала от вот этих вот испытаний. Потому что у нее была вот онкология, и она умерла. А при ней велись она 37-го года рождения и жила в Усть-Каменогорске. Это недолюбка от Семипалатинска. Пострадавшим от радиации положены льготы и ежемесячные денежные выплаты. Это те люди, которые с 49-го по 63-й проживали в 8 районах края. Локтевском, Рубцовском, Угловском, Залесовском, Змейногорском, Краснощоковском, Куринском, Поспелихинском и Врубцовске. Сумма выплат зависит от дозы полученного облучения. Максимальная составляет почти 3050 рублей. Но для людей, которые пережили те события, важнее другое. Насчет того, что у нас был этот ядерный зонтик, мы до сих пор живы. Живо наше отечество. Мария Костолева, Андрей Печоркин. День с толком. В Барнауле сегодня перекрыли площадь Сахарова. До 1 сентября она будет закрыта для проезда транспорта. Также в субботу с 15 до 18 часов для автомобилей будет закрыт участок проспекта Ленина от улицы Ползунова до речного вокзала в районе площади Баварина. Продолжим. Барнаульские общественники добились возвращения исторического облика одного из памятников архитектуры. Речь о здании склада Страхова на улице Гоголя. Несколько дней назад сайдинг, который украшал фасад в 15 лет был снят. Юлия Ощепина расскажет подробнее. Это памятник архитектуры регионального значения. Больше века назад торговый склад барнаульского купца Михаила Страхова. В пожаре 1917 года это здание пострадало, то есть оно горело и, видимо, было в 1920-е годы восстановлено, потому что уже в 1928 году в нем разместился барнаульский канифольно-скипидарный, потом канифольно-терпентинный завод. Насколько мне известно, в этом здании был химический цех. После банкротства канифольного завода собственником имущества стала барнаульская частная организация. В нулевых фасад здания обшили сайдингом. По устным рассказам чиновники попросили частника заделать неприглядную стену. Так выглядело это здание на протяжении 15 лет. Общественники обратили внимание на памятник в 2019 году и обратились в Алтай охранкультуру. Начался процесс борьбы между чиновниками Алтай охранкультуры и фирмой Алтай охраны, он был осложнен вот чем. В реестре памятников объектов культуры наследия это здание записано как жилой дом. И вот возникает вопрос. А вот есть жилой дом в реестре, и перед нами вот это здание. И как его, допустим, реставрировать? То есть сделать из склада жилой дом, но это же нереально. Несколько дней назад сайдинг со стены все же сняли. Лично я бы хотел, чтобы все-таки здание действительно отреставрировали, привели в исторический вид. По науке отреставрировать. То есть не просто, знаете, там, а сейчас поштукатурим, покрасим и все, вот вам реставрация. Нет, так не надо делать. Надо с использованием научных методов, исторических методов, современных методов реставрации у нас такие примеры есть. По мнению эксперта, перспективы есть. Однако пока не найдены фотографии здания до пожара 1917 года, восстановление возможно только до уровня канифольного завода. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. А следующий наш сюжет о Барнаульце, который уже 45 лет украшает двор. На его счету десятки картин и резных фигурок из дерева. Не так давно он завершил одно из самых больших своих творений – арку. Подробнее об уникальном народном умельце расскажет наш корреспондент и по совместительству сосед нашего героя Данил Кузнецов. Где же ты, подружка, яблоко моя? Я знаю, родная, ты ждешь меня, хорошая моя. Советские песни, подстук киянки во дворе на Попово-88 никого не смущают. Все соседи хорошо знают Михаила Авдеева. Уже 45 лет он вырезает фигурки из спиленных деревьев в окрестностях Ленинского района. В этот раз решил сделать Деда Мороза и Снегурочку. В первую очередь для детей, которых так любят. Вот они когда здесь играют, и я ухожу на улицу, они кричат «Дядя Миша, вышел! Бежите сюда!» И они кучей ко мне. И с удовольствием наблюдают, как я работаю. Увлечение к резьбе по дереву появилось на заводе, где он работал слесарем-ремонтником. Местного художника-оформителя уволили за драку. И место отдали Михаилу Авдееву, который как раз неплохо рисовал. Позже еще стал помогать столярам. Так и пристрастился оживлять дерево. Особенно вырезать животных. Больше всего народному умельцу нравятся тезки-мишки. Однажды была передача по телевизору, целая серия про сурикатов. И я внимательно посмотрел и просто в них влюбился. И решил вырезать часть. Также можно увидеть вырезанную змею, обезьяну, белочку, павлина и даже панд. Одной из главных работ можно считать лисицу и ворону с сыром из басни Крылова. Михаил Авдеев очень любит русскую литературу. Что можно заметить не только по фигурам, но и по рисункам. К примеру, на бойлерной он изобразил Руслана и Людмилу. А месяц назад разукрасил арку. Тут оказывается, получается, четыре обособленной площади. Я подумал, ага, четыре площади и есть четыре времени года. И решил, как бы это совместить. Самой символичной стала зима. Ведь Михаил Авдеев изобразил село Вяткино в усть-Пристанском районе. Именно там он вырос. В общей сложности на работу ушло около месяца. Общая длина всех картин составляет примерно 15 метров. Арка уже стала местным арт-объектом, привлекающим внимание прохожих. Можно я вас сниму? Во! Здорово! Очень-очень красиво вообще. Вот это вот очень красиво. Дяде Миши 86 лет. За время жизни в доме на Попово он создал десятки фигурок и картин. Пока здоровье будет позволять, народный умелец и дальше продолжит радовать прохожих и соседей. Данил Кузнецов. День с толком. А у меня на этом все новости. Если у вас есть интересные и актуальные темы, звоните на телефон нашей редакции 205-545 через несколько секунд о погоде, мира и добра всем. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok